Итак, кто такой душепопечитель? Это человек, который занимается профессиональной психологической и психотерапевтической помощью. Возможно, он принадлежит к той или иной школе психотерапевтической и психологической. Может быть, какой-нибудь школе йоги, может быть, какой-то особой школе консультирования, инупи или гештальта. Но при этом работает прежде всего с внутренним миром, с сердцем человека. В душепопечении очень важен личностный контакт. Душепопечитель не анонимен, он личностно и душевно проявлен. И в этой душевной проявленности он выражает свое отношение к человеку, который испытывает боль, страдания, который в чем-то сейчас находится, возможно, в кризисе или не во взаимном расставании. Это тот, кто проведет другого человека за руку в его трудном. Тот, который какой-то участок пути пройдет с человеком. В этом смысле в душепопечении мы не придерживаемся темы жестких терапевтических границ. Душепопечитель может написать или узнать, ну как там с тобой. Конечно, это энергоемко. Но душепопечитель дает, в отличие от академического психолога, то, чего так не хватает современному человеку. Личный контакт, личностные отношения. Личностную, человеческую заинтересованность – это то, о чем истосковался современный мир. Поэтому я приглашаю вас быть именно душепопечителем. Не только психотерапевтами, психологами. Профессионализм важен. Но быть человеком для вашего собеседника, которому сейчас трудно. Продолжение следует... Продолжение следует...